И, раз, два, три, четыре, сюда все! Балетоманы со стажем помнят постановку балета Ярославна «Затмение», созданного в творческом тандеме композитора Бориса Тищенко, режиссера Юрия Любимова и балетместера Олега Виноградова. И тогда, и сейчас, в новом прочтении слова о полку Игореве, балетместера Владимира Варнавы и драматурга Константина Федорова, критики сетуют на нетанцевальность балета. Попробуем разобраться в увиденном. Когда первый раз я послушал музыку, я понял, что язык, который я представил себе, он не был похож на балет и не должен был быть балетным. Это язык, понятно, современного танца, я им и занимаюсь, тут все ясно. Но он должен быть более аутентичный, более к корням, к земле, к стихиям, более связанный с инерцией, нежели со статикой классического балета. Конечно, если бы танца было больше как такового, наверное, может быть, это было бы зрителям даже интереснее. Но в этом есть своя органика. Он ограничивает себя, балетместер, намеренно. Намеренное самоограничение ради того, чтобы сказать свое слово. Слово полку Игорева прочитать по-своему. У Лауди Варнавы есть смелость высказывать мысли в том ключе, в котором ему это свойственно. Он не боится излишней критики, он не боится того, что есть определенные традиции или тенденции. Потому что я даже не знала своих возможностей, не знала, что можно работать как-то со своим весом и распределять себя по другому пространству и вообще переосмыслить свое движение. Движение тела, движение рук, ног. Потому что это совершенно другое. Тут очень многое основано на чистой физике, на анатомии где-то. Есть простые технические приемы, достаточно нехитрые, которые позволяют исполнять его хореографию. Но она очень отличается от классического балета, который мы исполняем ежедневно. Одним из ключевых событий этого года стала премьера Ярославной. Это прежде всего возвращение Тищенко, это появление молодого хореографа Владимира Варнавы, это обращение к этому великому памятнику мировой культуры, памятнику нашей национальной культуры. Ведь каждое поколение, хотим мы того или нет, по-своему читает, по-своему слышит отзвуки, набата, истории. Поэтому мне хотелось дать молодому поколению высказаться, да еще имея такой мощный музыкальный материал, как партитура Бориса Тищенко, безусловно, выдающаяся партитура. И сама по себе были выдающиеся явления музыка Бориса Ивановича Тищенко, как балет урестана. Отрадно говорить о том, что мы получили интересный самобытный спектакль. Возникает очень интересная такая параллель. С одной стороны, звучит потрясающая музыка Тищенко в великолепном исполнении оркестра под управлением Валерия Георгиева. А на него накладывается как бы сегодняшнее прочтение этой древней истории. И она оказывается очень современной. В общем-то, те же проблемы. Безответственность, личная воля, вопреки, так сказать, логике и предупреждениям всевозможным. Увлечение вот этими благами жизни, уже безумное какое совершенно упоение плоскими какими-то ее радостями. И в результате печальный, трагический итог. Итог, который заставляет задуматься обо всем, что мы увидели. Придуманный хореографом Варнавой театральный язык становится во многом непривычным экспериментом для всех участников постановки. Балетмейстер смело оживляет объекты сценического оформления спектакля. Солнце у нас связано с Хирославной. Она как раз тот свет, который появляется внутри мглы, дождя, суровой такой атмосферы. И она старается своим светом как-то менять, воздействовать на Игоря. Также она в итоге его спасает. И этот символ солнца, он к ней привязан. И мне захотелось, чтобы это был некий элемент, который вначале появляется на горизонте и работает просто как образ, создавая ландшафт. А потом становится хореографическим элементом, который помогает создавать пластику танца. Что мне импонирует и что мне нравится, что сюжетный спектакль сочетается с концептуальным видением вообще современного искусства. И поэтому здесь нет нарративных прямых каких-то ассоциаций, а здесь есть образное, абсолютно образное мышление, которое позволяет зрителю выстраивать для себя самые различные какие-то представления об этом предмете. И в данном случае это колесо, оно представляет из себя солнце, в первую очередь, конечно. Также это как и некий портал из одного измерения в другой. Также это временной портал из одних событий в другие. Тем более, что название Ярославное затмение, а затмение может быть только подчинено чему-то, затмение чего-то. И поэтому солнце выступает в качестве серьезнейшего объекта, который представляет светлую сторону нашего героя. Рядом с главным героем то возникает, то становится незримой его темная сущность. Это диф, наделенный запоминающейся и стеляющейся пластикой и сложным гримом. Образ духа, образ такой некой консистенции, такой плаценты, которая отделяется от Игоря, темная его сторона, которая его все время к необдуманным поступкам заставляет прийти, то к войне, то для того, чтобы из-за этой войны бросить Ярославну. Это вот и есть то, что должно быть, то, что из себя должен представлять. Это вот такое существо. Это очень сложная работа, но огромное спасибо гримеру Юле, так как она безукоризненно с этим справлялась. Анализируя и разбирая текст слова «полков», я, конечно, пришел к выводу, что это затмение в большей степени, которое происходит с главным героем. То есть это затмение его разума, затмение его души. Затмение – это как бы обратная сторона, черная сторона каждого из нас, ну и нашего главного героя. И у меня такая концепция – это поход к половцам Игоря, это, так скажем, поход на свою черную территорию. Мы не отправляемся в путешествие в XII век, а мы именно оказываемся внутри проблематики человека. Потому что самое главное – это то, что человеку с гордыней в итоге придется расплачиваться за свои амбиции. Своя цельность есть. Это цельность пластики, острой, модерной, современной. Это современный дизайн, это костюмы, это видеопроекции, которые приводят совершенно разные ассоциации, вызывают. Мы видим на сцене не русских воинов, а мы видим, ну, каких-то спортсменов, вот, из-за, бейсболистов, хоккеистов, шлемов. Так как у нас есть герой Див, то это он как бог войны, предвестник скорой беды, гибели людей, которые питаются с человеческими трупами, то, значит, этот Див будет невестой. Вторая битва у нас решена как свадьба. На это натолкнула метафора, не метафора, а текст, условия полку. Напоили кровавой брагой, кончился пир сватов, напоили, сами полегли недопив. Я сознательно делаю очень гуманистический балет, очень человеколюбивый, пытаюсь избежать всякой политики. И я рассказываю про то, что мир не делится на наших и не наших, и как бы за свои поступки каждый должен смело отвечать. Далеко не в каждой крупной, крупной стране когда-либо жил композитор масштаба Борис Иванович Тихтиченко. Музыка, вы же сами слышите, да, у нее такая ярость и такой порыв, и такая загадочность, и мистика, и как удивительно используются возможности оркестра. Я думаю, что в балетной труппе тоже настроение на грани ликования, потому что все прекрасно понимают, что занимались серьезным делом, и что это в какой-то степени исторический шаг. Игорь Негода.